Сергей Игоревич, я хочу высказать благодарность за книжку, пункт первый, благодарность за детей, которые там упомянуты, а еще сказать, что высколупил вам большие гады, составив вот такой список литературы. Потому что, по моему мнению, у вас эта книга же образовательная, а образование, между прочим, состоит из двух частей, из воспитания и обучения. По обучению вам поставим пять, а что в России нет других российских ученых, кроме Кормана, Мартина, Пенроуза, Стэнли, Феллера, Грехома с Кнутом и Поташником. И дать 15 листов иностранных литературы, и вы ни на что не ссылаетесь, но это беспардонно. В плане обучения. А если в плане, не в плане воспитания, а в плане обучения, нормально, хорошая книжка. Запомнил? Тулупьев, я уже сказал, кто он есть. Вот сегодня мне подарили книжку самообучающейся системы. Это вот продолжение кибернетики, или развитие кибернетики, или разновидность кибернетики. Ну и здесь, конечно, никакого Винера, никакого Берга, и вообще ничего, как вы слышали, советского и российского практически нет. И до 100. Там Винера-то хватит. Нет, никакого Винера, конечно, нет. Вот, и поэтому, конечно, молодежь ничего не знает, и не знает, что у нас была великая эпоха в этой области. Вот знаменитому режиссеру Германа позвали в театр музыки и митографии, предлагали курс взять. И пришло 200 студентов или первокурсников. И он спросил у них, а кто такой Бергман? И ни один человек из 200 человек не поднял руку, что знал. Он повернулся и ушел. Вот такие приходят абитуриенты. Они, может быть, дико сильные по программированию, но они ничего не знают вокруг. Никакой кибернетики их не интересует, а имена их вообще не интересуют. И кто это что создал. И у нас в программах нет предмета история естествознания или история кибернетики, история программирования. Это не интересует и министерство, вот это все дело. И мы получаемся вот этими, которые не помнят родства. И что вам помешало туда вставить труды российские? Ну, конечно. Но я понимаю, что вам нах** на Россию. И на Советский Союз добавок. Ну, все, будь здоров. Я все, что хотел, тебе сказал. Это выставить, удовольствие, но ты почему-то на Федю не ссылался. А у Федя уже до хрена трудов по генетическим алгоритмам. Будь здоров. Спасибо вам, сказал. По-моему, радости он вообще бы не испытал. А еще у нас есть тут уникальный факт, который вы не сняли. Что для того, чтобы выиграть чемпионат мира по программированию, мало быть умным, мало быть тренированным, а нужно еще что-то. Вот я читал, как говорил Фетисов, они выиграли там чемпионат, когда они были молодыми. Они сильно проигрывали. А зашел великий тренер Тарасов в шубе, которую носили в баре, и в шапке. И сказал, что вы как тараканы ползаете. Скинул шапку, скинул шубу, встал и стал петь гимн Советского Союза. У нас, говорит, пошли мурашки по спине. Мы раскидали финнов, а на следующий день они канадцы. Поэтому без мотивировки одной тренировки совершенно мало. И так во всех вопросах. И вот двух других участников я мотивировал другим моментом. Я поймал одного из них и сказал, у тебя альтернатива. Либо за пять часов разделаться со всем миром и заодно с моим курсовиком, который длится годами. Либо за любое другое место ходить бесконечно ко мне и не стать чемпионом мира. Выбирай, что проще. Он загадочно посмотрел вверх и сказал, видимо, проще стать чемпионом мира. Он так и сделал. Ну вот все, пока, победа.